Летом все перебираются за город, и сегодня Геометриум приехал в гости к фотохудожнику Владимиру Глынину в его современный загородный дом, как вы любите, с плоской крышей, находящийся на участке, который примыкает прямо к лесу, в суперском загородном поселке на берегу водохранилища. Дом современный, интерьер классный, спроектировал его Зура Парабидзе. Сегодня будет очень интересный выпуск, кайфуйте, пушка, песня, сказка, поехали! Владимир, привет! Алексей, приветствую! Добро пожаловать! Спасибо! Мой прекрасный дом, который построил и спроектировал архитектор Зура Парабидзе, и я с удовольствием покажу и расскажу все. Пойдемте! Пошли, пошли! Это моя собака Джекс. Джекс, привет! Ох, как у тебя тут светло! Расскажи, пожалуйста, Володь, а вообще, сколько здесь квадратных метров? Здесь дом относительно небольшой, здесь 270 квадратных метров, два этажа. Что на первом этаже? Первый этаж, он включает в себя мое пространство, моя спальня, сауна, гостиная, кухня, кладовки. Здесь на самом деле очень много всего. И второй этаж, это целиком гостевой, это было принципиальное решение, чтобы гости имели возможность иметь свое приватное пространство, никак не связанное со мной. И, соответственно, я туда тоже очень редко поднимаюсь. Скажи, пожалуйста, а высота потолков здесь какая? Три метра. Три метра, да? И на втором этаже тоже три метра? Да, абсолютно. Полусинтетично. Расскажи вообще, с чего ты начал, откуда вообще появилась идея, то есть переехать за город? Ну, мое детство было связано с загородной жизнью, у семьи была дача, и, соответственно, это воспоминание детства. Потом, естественно, все это мне стало неинтересно, но вот после 30 лет я решил, что нуждаюсь в отдыхе на природе, и поэтому возникла идея, достаточно быстро я все реализовал, я начал сразу же искать участок, быстро нашел и быстро начал строить дом. Весь цикл от момента того, как ты купил участок до момента того, как ты въехал в дом? Два с половиной года. Слушай, это прям... Это очень быстро. Ты красавчик, ты красавчик. Быстро. Ребят, на самом деле, это очень быстрый срок для реализации дома. Скорее всего, после того, как ты купил участок, ты начал выбирать архитектора, после этого вы начали заниматься проектированием, после этого вы начали заниматься реализацией, и это очень-очень-очень короткий срок. Этот дом у тебя для постоянного проживания, или ты как-то совмещаешь городскую жизнь с загородной? Он построен, естественно, для постоянного проживания, но так как основная работа у меня в Москве, мои выставки, мои галереи, поэтому я провожу полнедели в городе, полнедели за городом, иногда могу здесь задержаться. Ну, я художник, поэтому у меня свободный график. А расскажи более подробно, наверное, нашим зрителям, чем ты занимаешься. На данный момент уже больше 10 лет я являюсь арт-фотографом, который делает только свои собственные проекты в сфере фотографии. До этого это был долгий период глянцевой фотографии, рекламной, а совсем начало это был артист-балет Большого театра, поэтому у меня вот такие смены в жизни карьерные. Мне очень нравится, когда дома делают архитекторы в паре с заказчиками, когда заказчик занимается творчеством. И у вас, мне кажется, получился очень классный симбиоз. Дорогие друзья, это Зураб, архитектор проекта. Зураб, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, с чего началось создание этого дома? Я в 2013 году выставлялся на Арт-Москву, где я случайно с Володей познакомился. После этого он как-то предложил принять участие, он выбирал архитектора, и я сделал свое коммерческое предложение и ждал ответа. Я помню, перед Новым годом я улетел из Москвы, и как раз как я приземлился и включил телефон, как разбил звонок Володи, что вот я хочу дом, как бы, чтобы проектировать. Что Володя хотел изначально? Изначально что-нибудь, как сказать, современной архитектуры он хотел, и изнутри состав дома он прекрасно понимал. То есть какие помещения, да? Да, сколько приблизительно медквадратов, там что-то вот этого понимания у него было очень хорошее, как бы, не заставили тех заданий. Есть какие-то части, которые я сам предложил, там. Ну вот, например, да, то есть что ты сам предложил? Например, например, предложил комната сейчас у него, где он тренируется, по-моему, я предлагал, не помню, такое пространство медитации или что-то такого плана. И в полу ванна тоже есть. Вот эта идея была, да, то есть очень классная. Еще у нас хранилище для картин, чтобы было возможности их меняться, как бы. Володя, как бы, изначально задача была такая, чтобы он не хотел, чтобы везде висела работы какие-то. А мне самому тоже очень нравится, когда у тебя есть работы какие-то разные, и ты, у тебя есть возможности их менять, как бы. Ну, через два года, через год, может быть, через три месяца. Интересно поменять все-таки, она обстановка меняется. Друзья, дом очень воздушный за счет того, что у него есть окна с одной стороны, есть окна с другой стороны. Да, то есть, видите, пространство, оно освещается с двух сторон. И очень прикольно, что в этом доме мы переходим из одного помещения в другое помещение, и у нас они плавно перетекают. Одно помещение, другое помещение, и кажется одним, общим, единым целым, да, тем самым увеличивая пространство вот этого дома. Вот сейчас мы находимся, мы снимаем это дневное время, вечернее время, здесь очень продуманный свет, он очень мягкий, очень теплый, он создает вечерний уют. А в течение года, например, когда меняются погоды, когда меняются сезоны, даже при очень низком сером небе, здесь все равно в доме много света, и вот этот дом дышит. Здесь ощущение пространства, воздуха. Чаще всего меня спрашивают, а не страшно или не холодно при таких больших окнах, однозначно говорю нет. Скажи, пожалуйста, а из чего сделан дом? Если я не ошибаюсь, это... СИП-панели. СИП-панели, да. СИП-панели. Да, да, да. Что у тебя... Кто производитель дивана? Большая часть мебели, эти кресла, диван, это американская компания Камериш. Стол, консоли спроектированы по эскизам и сделаны по эскизам Зураба. Какие-то предметы, как, например, вот этот кухонный стол, он спроектирован по моим эскизам, стулья. Ты сам придумал, да, какой-то мебель. Ну, чуть-чуть, да, решил поучаствовать. А что еще, кроме стола? А вот кресла, которые стоят на террасе, это полностью по моим эскизам сделаны два кресла. Скажи, пожалуйста, давай немножко пройдемся по кухне. Барные стулья у тебя, получается, это картель? Все верно, да. Картель. Да. Кухня сделана по... Также спроектирована и сделана по эскизам Зураба. Соответственно, остров. Скажи, пожалуйста, что за материал столешний? Мрамор? Мрамор. Да, на ней остаются следы, но меня это никак не испугало, потому что я очень люблю натуральный камень, я очень люблю черный мрамор вот с этими белыми прожилками, и я пожертвовал, может быть, практичностью, но мне очень приятно. Опять про этот рекорд. Я также много на самом деле готовлю, и я провожу много времени на кухне. Я люблю готовить, особенно за городом, когда есть время, когда я никуда не спешу, когда приезжают друзья. Поэтому здесь мы проводим очень много времени. Сколько лет ты живешь уже в этом доме? Пять лет. Пять лет. А, здесь ты уже пять лет живешь? Да. Слушай, ну тогда это... Я думал, что ты там один-два года... Нет, я пять лет здесь. Пять лет. И вот есть ли какие-то вещи, которые бы ты сейчас изменил? Это удивительно. Это тот случай, когда бы я не изменил ровным счетом ничего. Мало того, по прошествии пяти лет, каждый раз приезжая сюда, я абсолютно честно говорю, и это заслуга именно архитектора, а меня, наверное, моя заслуга как заказчика, что я нашел правильного для себя архитектора. Я приезжаю сюда, в этот дом, я испытываю чувство восторга, когда я вхожу в него. Здесь прекрасно провожу время с друзьями. Также я люблю также уединение, и мне очень комфортно здесь находиться одному. Я не чувствую себя как-то здесь одиноко или великолепно. Вот у меня в этом доме есть какой-то баланс, который позволяет мне с громадным удовольствием проводить здесь время. Мы делаем серию вебинаров по загородным домам, в которых я буду рассказывать про особенности дизайна интерьера в загородном доме, чем это отличается от квартиры, на что нужно обратить внимание, где какие особенности. Будем разговаривать про камины, про остекление, про систему вентиляции, про инженерные системы. Какие проблемы обычно подстерегают людей, которые хотят обустроить загородный дом своей мечты при проектировании, при реализации. Короче, будет очень интересная серия вебинаров. Ссылочку на эти вебинары я оставлю в описании. Записывайтесь, смотрите, какой будет ближайший. Ну и регистрируйтесь, переходите. Увидимся там. А скажи, а как ты вообще разрабатываешь архитектуру? Ты погружаешься в то, что делает заказчик? Я вообще-то, когда разрабатываю сам, принимаю в нем участие в плане того, как будто бы я все делаю для себя. Я представляю вот это пространство, как я буду находиться, как человек там будет находиться. Вот мысленно вот это все представляю. В основном я луплю, придумывается все в голове. И потом начинаю его чертить или порисовать, либо что-то. Тебе попался, во-первых, очень хороший заказчик, который сам понимает в искусстве. И который тебе полностью доверял. Владимир тоже сам периодически является человеком, кто работает с заказчиком. То есть, понимает, если довериться полностью специалисту, то можно получить намного лучший результат. Это очень сложно. Кстати, когда у тебя есть, скажем, какое-то видение, какой-то вкус, довериться другому человеку. Вообще-то сложно. Это как водитель тяжело довериться, когда он сидит на пассажирском сидении. Либо ты очень хорошо понимаешь, если не дать художнику или архитектуру, или творческому человеку свободу, думаю, что мало интересного получится. Но его надо хорошо выбрать, чтобы тебе тоже нравится, чем он занимается. То же самое, как художнику. Ты художника покупаешь, который тебе нравится. Ты же не заказываешь нарисование, какой-то, не знаю, цветочки какие-то, если он делает, например, абстракцию. То же самое и архитектора. Надо выбрать так, чем он занимается, что он делает, какие формы создает и так далее. Если это для тебя близко, так и надо выбраться, и надо довериться. Без доверия ничего не получается, без свободы тоже ничего не получится. Вот с точки зрения функционала, да, насколько удобно там доставать какую-то посуду и куда ты выбираешь? Там стоят бокалы. Все удобно. А тарелки? Тарелки внизу. То есть у тебя такой функциональный треугольник. Ты берешь, открываешь, да, то есть достаешь посуду, что ты ставишь сюда, что ты ставишь сюда. Потому что многие люди пугаются делать на острове раковину, потому что считают, что неудобно будет ставить посуду, потому что нет какого-то свисающего ящика. Здесь все очень функционально. Можно достать, поставить и убрать. Но здесь у меня была борьба с Зурабом по поводу раковины. Он как минималист, человек, который не готовит, он хотел сделать идеальное ровное пространство. Но я сказал, что мне необходимо. Раковину нужно знать. Да, поэтому он мне хотя согласился. Но, наверное, из-за того, что кухня относительно все равно небольшая, да, мне не надо много делать движений для того, чтобы разгрузить посудомойку или что-то достать. Все крайне функционально и удобно. Скажи, пожалуйста, что это за столешница? Это искусственный черный камень и стена сделана. Из этого же материала? На кухне у нас в мокрой зоне микроцемент идет. И, в принципе, этот микроцемент, он на самом деле находится в разных помещениях. Он находится на кухне, находится на втором этаже в санузлах, в сауне. То есть это все объединяет общее пространство и делает его единым целым. Ну и плюс этот микроцемент отлично соединяется с фасадом здания, который тоже в той же цветовой гамме. Вот это очень интересная комната, которая была предложена в момент проектирования Зурабом. До конца я не понимал функционал этой комнаты, но как раз начав жить в своем доме, я оценил это пространство. Оно выполняет функцию кабинета, кинотеатра. И в то же самое время здесь есть место для того, чтобы я занимался иногда по утрам йогой или растяжками. В общем, оказалось такое многофункциональное пространство, которое используется постоянно. Хочу показать вам такой небольшой отсек, где находится сауна и, как это принято назвать, лаунч-зона. Предбанник. И как раз идея утопленной ванной в пол, это Бали, это вот спа на Бали, который меня всегда поражало. Плюс еще здесь большое окно, и зимой очень приятно лежать в теплой ванне. Или будешь на снег, да? Да, это вот особенный такой шик. Пространство относительно небольшое, так как, ну, толпы сюда не ходят. И чаще всего мы здесь, я или один, или вдвоем, поэтому здесь все, что необходимо, нужно. Оно специально сделано, вот как раз, бетонные стены для того, чтобы оно было более темное. Знаешь, мне кажется, это очень сексуальная комната. Не буду спорить. Да, да, прям, прям, вот первая мысль, да, то есть это вот, что здесь прям. Ну, такая атмосфера, очень такого спа, релакс. Там сама сауна, да, получается? Да, да, конечно. Так, о, прикольно, так, кстати, интересная форма. Ребят, посмотрите. Ну, вот, честно говоря, придумано мною. Тоже тобой придумано? Слушай, смотрите, ребят, видите, здесь вот такая вот буква Г перевернутая, она врезается в другую. И тем самым, то есть у нас необычная какая-то сауна, да, то есть вот такая вот необычная. Классно придумал. Так, как вы увидели в предыдущей комнате, в этой комнате, еще на террасе. Это вот эта мягкая мебель. Кто производитель? Которая это No Solid, это португальская компания. Я отдыхаю в Португалии в одном отеле, я был поражен, насколько это удобно. Это можно оценить только или когда садишься, или когда ложишься. Наполнитель, он полностью принимает форму тела. Надо попробовать, можно? Конечно, конечно. Поэтому с нее невозможно, не хочется вставать, это очень расслабляет. И поэтому... Вообще не хочется. Она уникальна тем, что ее можно использовать внутри дома, ее можно использовать... Она для террасы подходит, да? Да, она против дождя, против доцветания, против всего. Поэтому она перемещается в течение сезона на террасу, с террасы. Это очень удобные такие вот модули. И там же, в той же комнате, она есть, здесь есть. Поэтому это вот прям та мебель, которую я... Я ее очень долго ждал и в восторге от использования ее. Ты же, пожалуйста, двери у тебя здесь раздвижные. Да, да. Это тоже очень удобно. Иногда мне хочется... Практически из моей спальни можно просмотреть весь дом напрямую, вплоть до этого окна. В лес, иногда я закрываю, когда мне хочется находиться в небольшом пространстве. Знаешь, эффект анфилат, как в старых петербургских доходных домах и дворцах. Да, то здесь тоже такой... Есть интересный прием. А скажи, пожалуйста, а чем ты... Ну, вообще была какая-то идея, чем ты вдохновлялся, когда проектировал этот дом? Вдохновение основным идет от человека, как бы, кто заказывает. Какой у него принцип жизни. Я с этим совмещаю мое архитектурное видение. И всегда проекты получаются такие интересные. Ну, вот из того, что мы с тобой говорили, я понял, что ты, знаешь, работаешь архитектором, точно так же, как работают актеры по методу Станиславского. То есть ты вживаешься в роль, получается, клиента. И вот свой архитектурный опыт, да, то есть перекладываешь в функционал, который был бы полезен для клиента. Да, мне нравится, вот когда я делаю, как будто бы для себя проектирую. Вот это момент, да, есть такой. Как часто ты приезжал на стройку, на объект? Не очень часто. Наверное, я приезжал где-то 20 раз. За все время? Да, за все время. Где-то раз в месяц, получается, да? Да. Ну, если ты делаешь чертежи, как бы, правы, и все, и в нем есть, как бы, все, без лишних вопросов, люди понимают и читают вот это, тогда, ну, не знаю. Общаясь с тобой, да, то есть и понимая какие-то вещи, да, то есть в плане мышления, идея, там, создание дома, архитектуры, пространства, да, то есть это из хаоса, сделать какое-то упорядоченное пространство, чтобы в нем была какая-то функция. Да, функция. Ну, природа же хаос вообще, непонятно, почему вот это дерево здесь выросло, а другая там. Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот ты все говоришь, да, то есть одни плюсы, 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 а какие трудности-то были? Наверное, трудностей не было. Такого и такого не бывает, да? Были какие-то вопросы в течение стройки, которые требовали решения, но, я говорю, у меня был великолепный абсолютно строитель, и Зураб, как архитектор, вел стройку, и многие вопросы очень быстро решались. Каких-то серьезных нет, не было. Я не могу вспомнить, честно скажу. Расскажи на тему декоративных элементов. Вот здесь есть потрясающая черная картина. Это чья работа? Это черная картина, она является картиной Зураба, и, если честно, когда я ее увидел, я просто влюбился сразу и понял, что она идеально подходит в это пространство. Она отражает, на самом деле, мои личные пристрастия в искусстве. У меня есть два любимых художника. Это Казимир Малевич и Марк Ротко. Но вот эта работа мне очень напомнила, не просто напомнила черный квадрат, это абсолютно такая современная версия, переосмысленная художником, черного пространства, черной формы. Плюс этот размер, фактура. Мне очень... Я влюбился в нее сразу. Если говорить об освещении дома, здесь очень много так называемого скрытого технического света. Я люблю полумрак вечером. Я люблю регулировать как фотограф. Я знаю, что для любого пространства жилого свет является одной из самых главных частей. Поэтому свет здесь крайне продуман. Узкие освещения над столом, на диммере, для того, чтобы, когда мы все сидим, у нас не было пересвеченных лиц жутких. Поэтому здесь тоже самое точечное освещение, которое идет ровно на ширину острова, опять-таки же для того, чтобы свет не попадал в глаза, освещение очень камерное и очень комфортно находиться. Также много технического света в потолке, но включается очень редко. Здесь, наверное, только единственный такой акцент этой гостиной – это лампы Кателлани и Смис, которые, я считаю, это потрясающая компания итальянская, которая делает освещение как искусство. И мы сейчас не сможем оценить. Только вечером, возможно, она дает ощущение, не ощущение, а рисунок-брызг на стены. Из-за вот этих рваных краев там такая система освещения, что через рефлекты она попадает на стену уже в виде рисунка светового. Говоря о спальне, здесь мне было очень важно именно количество квадратных метров. Я не люблю громадные спальни, и, естественно, я не люблю совсем маленькие спальни. И спальня для меня, конечно же, должна быть тем мягким пространством, где мне приятно засыпать и приятно просыпаться. Здесь как раз вот исключение. Здесь висят две мои работы напротив друг друга. Мало того, вот эта работа вообще уникальна. Она не тиражная, она ни из какого проекта. Она родилась во время моего путешествия по Байкалу. Это просто великолепное воспоминание о прекрасной поездке в бухте, где я находился, вернее, мы находились с друзьями одни, больше там не было никого. И вот это ощущение, что ты можешь плыть в воде и пить ее. Потрясающая красота природа. Вот эта фотография, она мне напоминает о каком-то моменте в жизни, когда я был восхищен этим миром. Поэтому вот для меня она важна. А над кроватью висит работа, одна из моих любимых работ, из моих абстрактной серии фотографий. И она настолько нейтральна. И в то же время хорошо сюда подходит, честно скажу. Она хорошо играет с банкеткой, которая около кровати находится. То есть у нее идет сочетание. Но я редко ее... Знаете, как боковым иногда зрением мы что-то видим, и нам отлично. Меня раздражало здесь, как ни странно, пустое место. Поэтому она идеально сюда вписалась. И я провожу здесь... Ну, вот здесь очень красивое винтажное кресло, которое я покупаю у своего арт-дилера, который торгует винтажной настоящей мебелью. Здесь я часто могу сидеть, читать вечером. Относительно небольшой санузел. И я люблю всегда большой душ. Здесь нету ванны. У меня достаточно той ванны, которая около салны находится. Здесь все, что... Я вижу, что это дуровит. Унитаз тоже дуровит. Мы дуровит тоже очень часто любим. Немецкая сантехника. Гроя, да? Да. Смесители Гроя стоят. Да. И получается всему этому 5 лет. Да. Здесь все... Постоянного пользования. Тоже все очень минималистично, но крайне удобно и функционально. Зеркало не до конца идет, да? То есть специальный отступ, чтобы брызги не летели. Но до потолка, чтобы увеличить... И до потолка, чтобы увеличить пространство. Все сделано очень четко по осям, да? То есть это одно из правил, которые мы тоже используем в наших интерьерах, да? То есть проектировать по осям, что напротив двери, да? То есть у нас ровно отцентрован раковина, да? То есть светильник идет ровно по центру. Вот такие приемы и делают интерьер. Красиво. Очень круто. Очень круто Зураб обыграл пространство. Во-первых, ты не видишь то, что там происходит на соседском участке, да? Здесь на самом деле очень хороший микс расположения дома на участке, того, как расположены окна и хорошего дизайна внутреннего, функционального. Потому что иногда бывает, что архитекторы проектируют дома, но забывают про внутренний интерьер, да? То есть здесь Зураб совместил. То есть свои навыки и знания в архитектуре, да? То есть с навыками и знаниями по внутреннему пространству. Это очень крутой кейс. Ну вот мы поднимаемся на второй гостевой этаж, куда, как я сказал, поднимаюсь я крайне редко. Сразу же кресло привлекает гостевой. Да, внимание, это боконцепт, если не ошибаюсь. Нет, это как раз винтажная. А, винтажная, то есть боконцепт прикопировал его. Да, винтажное кресло настоящее. Но вот этот полностью, как я говорил, гостевой этаж. Изначально планировалось, что это будет некий такой мой кабинет. А финально я сделал его на первом этаже, поэтому это осталось как такая небольшая гостиная для гостей. И я всегда интересовался, говорю, кто-то ей пользуется? Говорю, да, конечно. Вот пришел Джекс, который всегда ходит за мной везде. Ему везде удобно. Здесь две небольшие спальни. Ничего лишнего. Да, и здесь, кстати, очень интересная система в плане штор. Штор нету, так как у нас мемористичный интерьер. Здесь сделаны рулонные шторы. Но, тем не менее, не кажется, что интерьер пустой. Кстати, удобно, что можно сидеть на подоконниках. И, ребята, обратите, радиаторы в пол. Несмотря на то, что у нас есть пространство, чтобы повесить на стены радиатор, чтобы ничего не отвлекало от вида из окна, то есть от природы, а радиаторы тоже встроены в пол. Очень классная идея. Запроектировать все гостевые помещения на втором этаже, своя собственная гостевая комната. Есть две спальные комнаты. В чем прикол? В том, что, если вы живете на первом этаже, вам не нужно каждый день бегать по лестнице туда и сюда. Ну, а если гости приезжают, то они могут и поподниматься, и поспускаться. Плюс у них есть отдельное приватное пространство, и вы друг другу не мешаете. Слушайте, а тут целое футбольное поле. Да, здесь очень большая терраса. Солярий. Пользуюсь, я честно скажу, не часто ей. Меня полностью устраивает терраса на первом этаже, но иногда здесь очень приятно находиться. Ребят, ну что, надеюсь, вам понравился обзор дома. Владимир, если кто-то будет спрашивать, задавать какие-то вопросы в комментариях к ролику, ты сможешь что-то ответить? Конечно, с удовольствием, всегда рад. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, спрашивайте, задавайте свои вопросы. Ну, если вы не смотрели, я хочу вам порекомендовать посмотреть ролик, который мы сняли в доме архитектора, который спроектировал его 10 лет назад, и он кажется таким же современным, какие дома делают сейчас. Переходите, смотрите. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok